Михаил, давайте далее поговорим о кадровых перестановках в России. Путин вместо Шойгу хочет видеть главой Минобороны экономиста Белоусова. Версия, которую выдвинул Институт изучения войны, это чтобы экономически подготовиться к затяжной войне с Украиной и возможной конфронтации с НАТО. Вот эти все перестановки нужны именно для этого. В нашем эфире от экспертов мы слышали еще одну версию, в частности, говоря о Патрушеве, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев сказал, что ротация для того, чтобы отодвинуть так называемых ястребов войны во главе с Патрушевым и тем самым намекнуть Западу о готовности к мирным переговорам. Ваши варианты какие? Это несколько странная версия, я так деликатно скажу, потому что основным ястребом войны и архитектором войны является, собственно, сам Путин. И, скорее, он отодвигает Патрушева, потому что есть оправданное подозрение, что Патрушев в последнее время, особенно после июля 2023 года, после того, как Патрушев оказался главным администратором, урегулировавшим Пригожинское восстание, ну или там Пригожинский марш на Москву, Вагнеровский марш на Москву, перебрал на себя слишком много влияния в силовой инфраструктуре Российской Федерации. Путину это не нравится и это неприемлемо. И, соответственно, он будет, одновременно повышая роль семьи Патрушева за счет сына Патрушева, Патрушева-младшего, доходность этой семьи, то есть они получат доступ к определенным ресурсам в большем объеме, это вице-премьер, и в то же время существенно уменьшить влияние на силовую инфраструктуру того же Патрушева-старшего. Здесь несколько иное, если мы будем говорить с вами о Министерстве обороны, я бы смотрел на эту задачу шире. Это говорит о том, что Россия хочет уменьшить коррупционный индекс. Не забываем, что 12 лет Шойгу это абсолютно идеально, а до этого несколько лет Сердюкова это абсолютно идеальная коррупционная вертикаль под названием Министерство обороны, она так функционировала. Аресты того же Иванова и не состоявшийся арест Саликова, это два заместителя Шойгу, они говорили о том, что началась чистка за три недели до отставки Шойгу, что началась вот эта как раз таки чистка от коррупционной составляющей, то есть Путин считает, что деньги должны идти на войну, а не на благосостояние тех или иных генералов и тому подобное. И поэтому Шойгу уходит, приходит человек, который должен будет уменьшить вот этот индекс коррупции в системе Министерства обороны, должен будет сделать более прозрачными схемами финансирования. Все-таки не забываем, опять же, бюджет Министерства обороны 7% ВВП Российской Федерации. Ну то есть это большие деньги, гигантские деньги, и они увеличиваются. Милитарная компонента в федеральном бюджете России составляет более уже 50, а может быть даже 60%. То есть по сути это страна войны. Российской Федерации не вернется, это, кстати, иллюзия многих еще до сих пор западных элит, о том, что Россия может вернуться в состояние довоенное, когда с ней можно будет вести там бизнес-проекты, экономические проекты и так далее. Нет, Россия полностью перестраивается на военные рельсы, это будет военная экономика. Здесь теперь два основных клана, клан Герман Грефа и клан Чемизова. Вот один клан отвечает за гражданскую компоненту через вице-премьера Монтурова. Они будут получать возможность контролировать социальные расходы российского бюджета, а через, условно говоря, Белоусова будут контролировать военные расходы и, соответственно, будет какой-то паритет соблюдаться, чтобы все-таки как-то поддерживать штаны населению, которое должно работать на военную экономику. Вот это будет так выглядеть. К сожалению, это плохая история. Будет ли это работать? Нет, это не будет работать, потому что все-таки это Россия, там достаточно много наворочено коррупционных схем, это трудно там быстро все отсечь. Но, тем не менее, это четкая заявка Путина на то, что война будет бесконечной. Он будет вкладываться в войну столько, сколько нужно. Эта война не закончится только на территории Украины. Никакой заморозки конфликта ему не нужно. Да, ему нужна оперативная пауза. Поэтому они постоянно вкладывают деньги в пропагандистские программы. Давайте садиться за стол переговоров. И это периодически звучит. Ну и плюс, пользуясь страхом, опять же, части западных элит, они продолжают говорить о немедленном перемирии и так далее и тому подобное. России не нужна ни заморозка конфликта, ни тем более мир с Украиной. России нужна оперативная пауза, чтобы перестроить как раз-таки экономику, провести аудит Министерства обороны и вооруженных сил, соответственно, сформировать коалицию более четкую, ну и, соответственно, резко нарастить объемы инвестиций в диверсии на территории Европы, в теракты на территории Европы, в протесты на территории Европы, вмешаться в выборные процессы, не только на территории Европы, взять под контроль через политические протесты, например, ту же Молдову, в большем объеме контролировать страны так называемого ДКБ, СНГ и так далее и тому подобное. Это настолько все очевидно и прописано, и вот эти замены, замены абсолютно нелепого Шойгу, давайте говорить прямо и откровенно, это, по-моему, аналог глупого человека, но с крайне выраженным, знаете, такой персонаж был у Ильфа и Петрова, помните, да, голубой воришка, да, Альхин. Вот примерно это про Шойгу можно точно сопоставить, это абсолютно точно такой же персонаж, и, соответственно, его удаление говорит о том, что Россия заточена на долгую войну. Но все же его переводят в совбез. Это ничего не значит. Совбез, смотрите, человек, заточенный на воровство, переходит на функцию человека, который должен что-то курировать или что-то говорить. Соответственно, функция совбеза, в отличие от времен Патрушева, будет гораздо ниже, то есть это будет, скажем так, почетная ссылка. Она постепенно Шойгу будет терять влияние на любые процессы. Более того, сегодня было заявление, что даже федеральная комиссия, которая будет там отвечать за военные программы, через совбез она отвечала, напомню, этим занимался в свое время не Патрушев, даже Медведев такой персонаж, что функции Шойгу будут кураторство, а не управление этой комиссией, в отличие от того же Патрушева. Поэтому еще раз, Шойгу будет постепенно превращаться в такой, как это, он же у нас там генерал, да, по-моему, или там какой-то свадебный генерал. Вот он будет четко выполнять ту функцию, которая должна быть присуща таким персонажам, как вот этот субъект. Субтитры создавал DimaTorzok